Привет всем! Сегодня я буду говорить о Палестине, которая была определена Лигой Наций в 1920 году. Но сегодня я хотел бы поговорить о другом аспекте Палестины. Не о границах и не о законности такого государства, а о том, с какой целью она была создана. Мы знаем теперь, что мандаты были временными администрациями до тех пор, пока суверенные народы смогут стать независимыми. Но что должно было произойти с Палестиной? И должна ли она была быть еврейским государством, или может быть арабским, или может быть и тем, и другим? Для того, чтобы все это понять, нам придется покопаться в некоторых документах. Прошу зрителя простить меня за то, что я представляю документы на английском, но тут как раз-то выхода у меня нет. Потому что спор это давний, и люди придираются к каждому слову, каждой букве и даже к знаком припинания. Поэтому документы в оригинале, а я буду переводить и объяснять. Итак, начнем с декларации Барфура. Хотя этот документ не имел никакой законной силы, он ее брел в 1920 году на конференции в Сан-Ремо. Это было сделано, базируясь на Кодекс Риги Наций, а именно статью 22, которая в свою очередь базируется в международном праве. Было сказано, что правительство Ее Величества, то есть Георга V, благоприятствует созданию Национального Дома Евреев в Палестине. Распространены многие мнения, на примере из которых говорят, что «вы Палестине» не значит «во всей Палестине», и что может Национальный Дом не значит «независимое государство», и что может Палестина должна была быть и рабским государством с Национальным Еврейским Домом в ее пределах. Я знаю, что звучит это не очень логично, но давайте разберемся. Давайте рассмотрим пару статей мандата Палестины. Имейте в виду, что этот мандат был не британским, а Риги Наций. Британская администрация мандата обязана была рапортовать Риги Наций, которая на тот момент насчитывала как минимум 50 государств. Давайте взглянем на предисловие. Во-первых, сразу заметно, что подтверждается законность декларации Балфура как конституционного документа. Во-вторых, важно отметить, что тут ясно сказано признание исторической связи, то есть, что постоянные притязания еврейского народа к этой земле были признаны законными. Другими словами, международное право признало суверенитеты еврейского народа на территории Палестины как законное право де юра. По идее, можно на этом и закончить сегодняшнее видео, но я все-таки рассмотрю еще пару статей, чтобы уж наверняка убедиться в правильности моего предположения. Итак, мандат Палестины, статья 2. Создать такие политические, административные и хозяйственные условия, которые обеспечат установление еврейского национального дома в Палестине. Тут и объяснять даже нечего. Статья 4. Зритель, может быть, заметил, что я пропускаю некоторые статьи. Поверьте, там нет ничего того, что противоречило бы тому, что я говорю. Просто упущенные статьи не упоминают ничего ни евреев, ни арабов, и поэтому нет смысла их разбирать. В любом случае, вы можете сами проверить правоту моих слов. И так, вернемся к статье 4. Соответствующее еврейское учреждение будет признано в качестве общественного органа с целью консультирования и сотрудничества с администрацией Палестины в таких экономических, социальных и других вопросах, которые могут повлиять на создание еврейского национального дома и защитить интересы еврейского населения в Палестине. Тут тоже объяснять особенно нечего. Явно видно, для кого была предназначена Палестина. Статья 6. Тут ответственность за эмиграцию евреев в Палестину возлагается на администрацию Палестины, то есть на Британию. И опять упоминается о содействии еврейской организации, упомянутой в 4 статье. Другими словами, Британия была обязана способствовать эмиграции евреев в Палестину и была обязана делать это в содействии с еврейской организацией. Статья 7. Чтобы хорошо понять, что имеется в виду в этой статье, надо сначала разобраться в смысле некоторых слов. Например, nationality в юриспруденции обозначает не народ, а гражданство. А nation значит страна. Так как этот документ является законодательным, мы обязаны рассматривать эти слова именно как гражданство и национальность. А теперь взглянув на эту статью, мы можем сделать только один единственный правильный вывод, что на Британию была возложена ответственность за создание закона о гражданстве. За создание такого закона, по которому еврей, поселившийся в Палестине, становился бы палестинцем, то есть гражданином Палестины. Не арабы или мусульмане, не бедуин и не египтянин, а только евреи. И тут нет ничего удивительного, потому что вся идея этого мандата и будущего государства была восстановить еврейский национальный дом в Палестине. Напоминаю, что это не Британия, а директива международного права в лице Лиги наций была тем, что стояла в основе этой статьи. Тут ничего не говорилось об арабах по той же причине, по которой ничего не говорилось о евреях в мандатах Сирии и Ирака. Прошу зрителя не понять меня неправильно. На первый взгляд кажется, как будто бы весь этот мандат какая-то российская чепуха. Как же арабы, которые жили в Палестине, что насчет христиан и других. Так вот, начиная с декларации Банфуров, в которой было ясно сказано, что ничто не нарушит права тех общин, которые уже находились в Палестине. Под общинами подразумевалось не только национальности, но и религии. А также статьи 9, 11, 14, 15, 23 и 24. Все обсуждают разные вопросы данного типа, например, право сидеться в любом районе Палестины, соблюдать святые дни и так далее. Окей, теперь, когда мы уже изучили мандат, я хотел бы закрепить сказанную информацию, которая не берется из мандата. Как, например, тот факт, что после публикации очередной белой книги была конференция, на которой присутствовал Хайм Вайсман, Ллойд Джордж, Балфур и Черчилль. И Хайм Вайсман открыто задал вопрос, что вы имели в виду, когда дали нам декларацию Балфура? И Ллойд Джордж и сам Балфур оба ответили, что они имели в виду еврейское государство. И как я уже упоминал в другом видео, бывший премьер-министр Британии на радиопередаче открыто заявил, что евреям была обещана страна, и что Британия позорно отступается от своих слов. Текст на экране. Это не противоречит тому, что я сказал о том, что не Британия, а международное право признал еврейский суверенитет. Просто Британия нарушала этот закон все чаще и чаще, и Ллойд Джордж говорил именно об этих нарушениях, а не о принципе основания Палестины. И, наконец, единственный вывод из всего сказанного один. Палестина была создана с одной единственной целью – основание независимого еврейского государства. Спасибо за внимание.